И снова стрельбище, и снова солнце, и снова ветер. Всем привет! Для вас, конечно, прошло несколько дней после выхода предыдущего видео. Для меня же это просто другой дубль, поэтому снимаю сразу, и поэтому та же самая обстановка. Сегодня на стрелковом тесте револьвер украинского производства. Говорят, что чехи поучаствовали, потому что в Европе он вроде как в 357 или каком-то калибре идет. Но что примечательно, полностью стальная конструкция, краткоствольный револьвер, очень компактный, очень увесистый, шестизарядный барабан. И прежде чем начну, опять же, реклама и благодарности. Большая благодарность военторгу-прапорщик за предоставленные устройства и патроны для проведения теста. Также большая благодарность тюнинговой мастерской Tech Customs за предоставленные патроны. Также благодарность фирме Краматан за одежду для ведущего. И большая благодарность Демону за предоставленный хронограф для проведения тестов. И сегодня, уже по намеченной традиции, сделаю стрелковый тест этого револьвера. Сравним его, естественно, с прадедушкой, можно так сказать. Револьвер Наган, который был в прошлом видео, вот здесь где-то ссылочка должна вылезть. И посмотрим разницу в том, что все-таки конструкция здесь немного отличается. То есть барабан у этого револьвера не пододвигается ближе к стволу во время выстрела. Поэтому показатели на тех же самых патронах могут отличаться. Это я, в принципе, и хочу проверить сегодня. Небольшое дополнение по ВИА. Поставляется вот в таком кейсе. Я на распаковке, которая вот здесь где-то ссылочка будет была ранее. Смотрите, какую штуку нашел. Что это значит? Напишите, кто знает. Скорее всего, просто делается пистолет в Европе. Поставляется без ствола к нам. А у нас уже ствол прикручивают. И так как ствол прикручивают, давайте сначала посмотрим комплектацию. Собственно, идет сам револьвер. В кейсе. Также два ёршика есть. Нейлоновый и латунный. Для чистки ствола. Латунный непонятно зачем. Сделана на украинском языке инструкция. Цветная. Что хорошо. И два клипа, которые я уже показывал. Но минус их в том, что очень быстро они портятся. В плане того, что вот здесь, видите, сужаются у него ушки. И начинают гильзы вываливаться просто из клипа самого. Вот я вроде вставляю гильзу. А некоторые могут, вот видите, уже здесь не работает. Вот видно, что сузилось одно усико. То есть их нужно аккуратненько в обратную сторону подгибать. Иначе вот будет выпадать гильза. Зачем эти клипы? Например, у американских полицейских, которые раньше носили револьверы. Вот они носили в специальных таких держателях или на клипах. И там были специальные держатели под патроны. То есть можно было целиком изъять клип с патронами. Сразу в револьвер его дослать и как бы стрелять. Ну там понятно, что специальные зажимы были. Это уже более позже было сделано. Но здесь для стрельбы, вот без этих клипов, вы не обойдетесь. То есть их обязательно нужно в комплекте иметь. Потому что револьвер на обычном патроне просто не работает. Гильза проваливается сильно вниз. И на этом все как бы заканчивается. А почему она проваливается? Потому что в отличие от того же, например, нагана, который у меня был на обзоре. Ссылочка вот здесь будет. Гильзы, вернее, росточка барабана сделана так, что не по форме самой гильзы, чтобы задняя часть ранд гильзы выглядывала. А все-таки проточка сделана более глубокой. Практически вот туда до конца. Вот если посмотреть, очень глубокие проточки. И когда гильза вставляется, патрон вернее, видите, он практически полностью проваливается туда. Из-за этого вот как бы и проблема может быть, что он не стреляет. Вернее, в основном из-за этого он и не стреляет, в принципе. Так далее, что по комплекту. Ну, здесь отстрел, естественно, лежит. И, в принципе, по комплектации это все. Два клипа, сам револьвер. Ну, смысла, наверное, магнитом проверять его нет. Вот гильзы, кстати, как липнут к магниту. Но давайте проверим. Клипы, естественно, стальные. Курок стальной, спусковой крючок стальной, корпус скоба, все остальное. Барабан стальной, ствол стальной и так далее. Вот маленький револьвер с откидным барабаном все-таки кардинально отличается от дедушки Нагана. Хотя, как бы, они не совсем родственники. Но в чем прелесть, что отбросил барабан, выброс гильз по нажатии на шток шомпола. Здесь есть экстрактор специальный. Но минус револьвера под пистолетный патрон в том, что ранд у них все-таки пистолетный, а не выдающийся, как у винтовок. Поэтому у револьвера Ви есть два вот таких стальных клипа. И сюда мы вот таким вот образом просто вгоняем за ранд гильзы. И получается у нас вот такая, как бы, готовая к заряжанию сразу не по одному патрону, а сразу по шесть штук. Но самое основное, что люди спрашивали, это что за царапины на торце дульного среза. Вот. Если присмотреться, здесь видно вот такие шлицы. Ну, к сожалению, ключ сюда никакой не подходит. Вот если брать, 13 не подходит. Что-то у нас 17 тоже не подходит. А 14, я не знаю, есть у меня или нет. 14 тоже не подходит, как видите. И просто, скорее всего, когда вкручивали ствол, то покоцали дульный срез. Вот. Как я уже сказал, было написано, скорее всего, что идет просто пустая рамка из Европы, где делают пистолет. А у нас просто, ну, идет вот этот корпус, а у нас вкручивают, вытачивают ствол, и его просто вкручивают сюда вовнутрь. Можно было попробовать открутить, но я это делать не буду, потому что, скорее всего, смотрите, здесь есть штифт. То есть ствол вкручен внутрь, а потом забит штифт сбоку немного в ствол. В самом стволе, естественно, этого штифта не видно, он нигде там не выходит. Видите, то есть пустой канал есть. Здесь все нормально. Но ствол заштифтован, и, в принципе, заштифтован не очень хорошо. Если присмотреться, то видно, что здесь он не особо сильно выходит. То есть, да, плавный вход сделан для шара, но, тем не менее, вот эта воздушная прослойка, то есть не прослойка, а щель между стволом, вот видно ее, да. Здесь, ну, я говорил, где-то полмиллиметра точно есть. Вот, если посмотреть. И барабан никаким образом к стволу не подвигается. То есть, если бы ствол был чуть дальше вкручен, то, ну, может, немножко бы затирало, конечно, на барабан, но это было бы для мощности получше. Естественно, мощность мы сейчас посмотрим на отстреле, что там было дальше. Но, тем не менее, вот такой нюанс небольшой есть. Самый большой минус этого револьвера, это, конечно, то, что он может стрелять только вот такими патронами, и только с использованием клипа. То есть, патроны, например, револьверные, вот такие использовать не получится, к сожалению. Я в конце это попробую показать, но уже сюрприза не получится. То есть, хотел попробовать без клипа. Давайте вам сейчас покажу, как он втыкается. Но он не работает все равно. То есть, его как бы вбросить можно, и немного вот бывает, что закраина мешает. Все-таки некоторые камеры барабана здесь криво сделаны. Потому что в некоторых случаях гильза может провалиться чуть глубже, но все равно баёк не достаёт. Баёк при попытке выстрелить не достаёт, и выстрела не происходит. Ну, в конце вы это, как я сказал, увидите. В целом, револьвер довольно интересный, компактный. Возможно, будут варианты с каким-то другим стволом, если рамка идёт пустая, а может и не будет. Насчёт рукояток, вроде как, бывают ещё с пластиковыми. Вот как-то так. А теперь отстрел. Смотрите, я зарядил 3 СА-9 и 3 ВИА. Значит, ВИА у нас будет... Давайте... Сейчас мы его так поставим. Что-то клип хреновенький, выпадают патроны. Вот таким вот образом это всё у нас ставится. Но чего вы выпадаете, не держитесь. Наверное, производители не всех патронов, вернее гильзы, придерживаются каких-то стандартов. Если не держится нормальный или клип немного подсевший. Вот поэтому патроны могут выпадать. Позиционируем их вот сюда, в камеры барабана. Тоже ещё надо попасть. Не всё так просто. СА-9 с жёлтым капсулем, с белым это ВИИ. Итак, пробуем. Да, он, по-моему, первый. И сразу в скулу прилетел от чего-то. Да блин, плюётся ВИИ. Да блин. Теперь, по идее, СА-9 пойдёт. Экстракцию смотрим, нажимаем на шток. И шток должен вытолкнуть полностью весь клип со всеми стрелянными гильзами. Удобно. Кстати, тоже клип с гильзами бросил в карман и ушёл домой. Так, не будем долго тянуть валынку. Пробуем следующие патроны. Следующие у нас будут Hunter Arms. Три штучки. Хотя можно было сразу два клипа снарядить. И не морочить вам голову вот это показывать. Но я, может, попытаюсь что-нибудь поболтать. Но вот странно. Одна гильза лезет нормально, другая ненормально. Так, я надеюсь, что оно в барабан-то хоть войдёт. Нет, это что-то с клипом самим. Так, три Hunter Arms есть. И рядом с Hunter Arms три Сары. Первым у нас будет Сара, а последние Hunter Arms. Хампер Армс пошли. Сара отстрелялась. Громче. Ого. Стрелялась. Громче. Ого. Ого. Хампер Армс такой шумноватый паренёк. Далее. У нас пойдёт, наверное, рысь. Три будут рысь. И три самокрута с мягким, лёгким шаром белым. И последние шесть будут две совы. Как раз я нормально поделил, думаю, поровну. Так, как и должно быть. Значит, что у нас здесь происходит. Пока особо засорения я не вижу особо сильного. Надеюсь, вы тоже. Каморы более-менее чистые. Заряжаем следующую партию. И тут у нас будет рысь. И это яскок. А, это гильзы от самокрутов. В общем, рысь будет первой. А последними будут самокруты. Поехали. 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 В ухо прилетает. Пипец, конечно. Пошли самокруты. Тише. Ну, так, знаете. Сколько пороха посыпалось. Кто-то нормально не прогорел. Кстати, вот это порох в этом месте. Не очень хорошо, если будет. Может детонация произойти. Ну, хотя он как. Он сгорит там просто. Но не очень приятные моменты могут быть. Смотрите, как гильзы подкапчиваются. Ну что, пришло время. Совы. Три совы из зеленой пачки. Более старой. И три будет красных. Из красной пачки. Главное, как их здесь не перепутать. Они абсолютно одинаковые практически. Да. В общем, нужно иметь в виду. Я вот так пальцем зажму старый последний. Чтобы было видно. А начнем мы стрелять новыми. Чем хорош револьвер, что он практически любой патрон прожевывает. Ему все равно. У него автоматики нет. Ему не нужна вот эта вся фигня, как в пистолете. Так, я вот держу старый один. Сейчас главное все попасть теперь в камеры. Чтобы нормально стало. Все. Значит, начинаем стрелять красной. И последние три идут сова П старая. Ого. Ого. Старая. Ах ты, блин. Ухо заложило. Ёперный балет. Вот это. Огон. Ах ты, блин. Огон. Блин, какой же он шумный. Я думал, старые, а не более просроченные. Но это пипец какой-то. Зеленая, конечно, сова П старая. Ребята, это что-то с чем-то. Ну, нормально пробивает капсуля. То есть, там все в порядке с этим делом. Нормально сова отработала. Ничего не скажешь. Ах ты, блин. Продолжение следует... 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 В общем, то, что я обещал в прошлом видео про наган, возможно, здесь получится, это специальные револьверные гильзы.